Легитимно доступно и безопасно. Главные критерии выборов предусмотрено все до мелочей. На каждом участке, кроме самой избирательной комиссии, работают волонтеры и сотрудники полиции. Работают видеокамеры, а трансляция идет прямиком в Центр общественного контроля. В этом участке у нас находится видеонаблюдение. Сейчас в онлайн-режиме за нами смотрят, как мы все делаем. Прозрачность выборов. Кабинки закрыты, таких нарушений нигде нет. Общественные наблюдатели на участках контролируют происходящее и фиксируют возможные нарушения. К примеру, на участке 39-24 на улице Российской работает пять наблюдателей. Следить за порядком, чтобы не было нарушений, никакой агитации. В настоящее время никаких нарушений не было. Все хорошо. Как отмечают сотрудники, к началу второго дня 10% прикрепленных к участку жителей уже проголосовали. Выразить свою гражданскую позицию идут не только люди пожилого возраста, но и молодежь. Алсу Абрязовой исполнилось 18, и она пришла голосовать впервые. Девушка уверена, что это не последний раз, когда она идет отдавать свой голос. Я думаю, что это долг каждого гражданина. У каждого есть свое предпочтение. То есть и выборы кандидатов, и партии. Я думаю, что каждый человек должен принять участие в выборах. Трехдневное голосование помогает избежать массового скопления народа. Также каждый избиратель получает индивидуальный защитный набор с маской, перчатками и ручкой. Потоки на вход и выходы разделены. Обязательно термометрия и обработка рук. Затратить где-то 5-6 минут для того, чтобы проголосовать, чтобы потом через сомнения тебя не голодал. Почему я не проголосовал? Чтобы потом не говорить, а вот от нас ничего не зависит. А вот там где решают без нас. Да без нас не решают. Вот иди проголосуй, наберут большинство и будут решать так, как и ты определился. Свой выбор сделал и вице-губернатор Александр Костомаров. Он проголосовал на избирательном участке в Ленинском районе Ульяновска. По его мнению, члены комиссии проводят избирательный процесс организованно. Обстановка спокойная. Кроме того, что я являюсь гражданином Российской Федерации, я еще с недавнего времени житель Ульяновской области. И, конечно, мне не безразлично, как будет развиваться и страна, и Ульяновская область. А сегодня я решил проголосовать, потому что у нас очень сложная эпидемиологическая ситуация. И важно обеспечить безопасность для каждого жителя, в том числе и для голосующих избирателей. Поэтому я решил проголосовать сегодня, чтобы в остальные дни было как можно меньше столпотворений на участках. Напомним, до 19 сентября жители региона выбирают депутатов Госдумы губернатора Ульяновской области. А в Димитровграде, Сенгелеевском и Чердоклинском районах проходят местные дополнительные выборы.